друзья всем привет с вами магазин автозвука studio sound 52 я думаю ни для кого не здесь секрет что последние несколько лет на рынке российского автозвука стали популярны и максимально головные устройства на системе android 9 10 дюймов даже и изредка 7 дюймов и на то есть несколько веских причин первое из них это то что 1 диновые головное устройство и 2 диновые очень ущербно смотрится в современных автомобилях вы наверное видели эти картинки где в новой киа рио вот с такой там приборной панелью стоит вот такая маленькая магнитолка ну согласитесь учебно смотрится и поэтому люди хотят себе хорошие качественные красиво головное устройство как в премиальных брендах большие экраны стоят второй пункт это желание человека иметь все те же функции которые у нее есть в телефоне под рукой сразу автомобиле то есть это же самая навигация тот же тоже музыка с телефона сразу чтобы было здесь радио и так далее интернет там с youtube можно видосики посмотреть и поэтому на российском рынке автозвука появляется все больше и больше брендов которые направлены на то чтобы создавать классные качественные головные устройства под управлением системы android и сегодня с вами хочу поговорить о новом молодом достаточно бренде который называется pulsar king этот бренд занимается производством головных устройств и аксессуаров для автозвука и сегодня мы как раз поговорим об их классных и качественных головных устройствах коих у меня на столе сегодня лежит несколько штук у них в ассортименте есть три линейки которые уже пользуются спросом продаются людям нравится куча хвалебных и классных отзывов первая линейка это light то есть бюджетная облегченная версия 2 base ну то есть базовая и третья версия про ну то есть для профессионалов так скажем в этом деле сегодня поговорим о версиях base и про почему о них но они между собой не так уж сильно отличаются как версия light от них отличается поэтому сначала мы поговорим о base и про а уже в следующих видео я вам расскажу про версию light потому что там действительно есть о чем рассказать это материал как раз для отдельного видео будет там на 10 минут также можно наговорить они и все показать и рассказать итак давайте мы начнем наверное с распаковки встречает нас классная коробка в такой слюде выглядит дорого-богато сперва нас встречает в коробке руководство пользователя вот такую классная красочная в котором в принципе все расписано все характеристики и так далее кроме цен все остальное есть по ценам я кстати чуть позже расскажу далее нас встречает головное устройство его пока отложим в сторонку богатый комплект гарантийный талончик гарантия на устройство год и крепеж вот так это все выглядит внутри соответственно здесь есть iso разъем немногие производители комплектуют свои главные устройства сразу готовые сошкой здесь она есть далее фишка с выходами под усилители здесь есть возможность поставить дополнительную сим-карту до последствия здесь вай фай и 4g дальше выносной микрофон выход под кулер 2 юсб переходника здесь можно две флешки поставить выход под камеру заднего вида и gps антенна я думаю очень богатый классный набор соответственно и в бейс и в про этот набор будет одинаков абсолютно друзья первый запуск головного устройства занимает в среднем от 12 до 20 секунд дальше она будет включаться практически мгновенно если вы правильно наш подключите встречает нас сразу заставочка пульсар красивая а пока она запускается я расскажу про модели которые присутствуют в этой линейке в линейке bass есть четыре модели то есть это bass 2 плюс 32 гигабайта 2 гибрид оперативной памяти 32 встроенной и 464 4 гибрид оперативной 64 встроенной и соответственно они распределяются еще на 9 и на 10 дюймов то есть четыре модели в линейке про только две модели есть они обе с памятью 4 плюс 32 гигабайта и распределяются также на 9 и на 10 дюймов в общем имеем 6 классных моделей головных устройств она встречает рабочий стол на котором мы видим несколько виджетов первый это нам показывает автомобиль движение автомобиля здесь мы будем видеть скорость автомобиля при подключении gps модуля дальше мы видим навигацию сразу предустановленный яндекс навигатор который нужно настроить также мы здесь видим музыку и радио менять на этом рабочем столе можно только виджет навигации его можно заменить на youtube его можно заменить на видеорегистратор его можно заменить на netflix и принципе на что хотите можно заменить на любое приложение которое здесь есть и который поддерживает этот виджет также мы видим bluetooth на этой странице в которой мы сразу можем перейти подключить bluetooth запустить отсюда музыку далее мы видим настройки звука с этим совсем попозже разберемся переход в во все приложения настройки и кнопку сразу тоже навигации если у нас вдруг виджет стоит допустим youtube в навигацию переходим просто вот с этой кнопки с краешку калькулятор яндекс браузер яндекс google карты здесь есть музыка видео можно сюда закачивать есть галерея в которую можно сохранять картинки и уволить потом их на рабочий стол чтобы менять обои рабочего стола музыка bluetooth навигация голосовой поиск от гугла который настройки эквалайзера магазин приложений aux carlink carlink очень интересное приложение которое нам позже пригодится сразу скажу это подключение carplay и android авто радио bluetooth файлы google chrome приложение для видеорегистратора spotify youtube netflix play market и так далее короче все нужные приложения здесь есть если что-то нет можно зайти в play market и также скачать все у вас будет а теперь друзья давайте разберемся в характеристиках этих головных устройств и поймем что же нам позволяет достичь такого быстродействия данных устройств заходим в настройки система общая информация версия android 13 здесь у нас это в принципе ни на что не влияет у многих и 10 11 стоит также нормально работает но а все-таки здесь последняя версия android стоит процессор у нас здесь восьмиядерный unisoc us 85 81 а и соответственно это одно из главных отличий который отличает модель base от модели про там у нас стоит другой процессор тоже unisoc us 78 62 с тоже восьмиядерный но там он 2 гигагерца а тут 16 гигагерца соответственно версия про немного побыстрее работает но разница есть но она не такая критичная но разница в цене у них не особо большая поэтому кому нужно побыстрее выбирайте модельку с индексом про по дисплею здесь у нас установлен кулет экран с разрешением 1280 на 720 пикселей то есть качество картинки для такого размера экрана в принципе очень и очень хорошая я даже знаю как нам это проверить мы сейчас зайдем сейчас подключу сюда вай фай так как у нас работает подключение вай фай если вдруг кто не знает мы переходим в меню вай фай здесь сразу меня нашло вводим пароль подключаемся все подключено принципе если вы не хотите заморачиваться с сим-картами вы также можете пользоваться просто подключаете вай фай с телефона подключайте телефон на зарядку к этому же устройство спокойно работаете все у нас навигатор сразу же прогрузился давайте посмотрим 4k видео красиво по моему очень сочно и очень ярко плюс кулет экрана в том что на сильном солнце если он попадает вы без тонировки ездите блики не будут вам мешать работе с этим устройством то есть под любым углом все отлично и классно видно вот в этом основной плюс кулет экрана покажу вам как работает здесь карлинг и подключение к айфону так мечи нужно подключить bluetooth сюда мы заходим в bluetooth а видим здесь название bt пульсар соответственно у меня сразу в меню bluetooth отобразилась я сделаю подключить здесь у нас написан пароль который нужно вводить это 400 так дальше мы заходим в карлинг и ожидаем подключение устройства телефон подключен приложение загружается все готово таким образом у нас будет выглядеть экран apple carplay но я думаю многие уже знакомы с этим приложением и как она выглядит многих головных устройств штатных это есть уже и тут тоже есть в чем удобство он работает без каких-либо проводов и телефон кинули сразу можно включить навигатор здесь же яндекс музыку и так далее очень удобно классно также соответственно работает и с системами android то есть android авто здесь также будет работать а что же касательно звука в данных главных устройствах здесь установлено dsp процессор а к 7604 кто-то знает кто-то слышал может о них зачастую устанавливается именно для качественного хорошего звука если сравнивать с другими главными устройствами но либо более бюджетными либо в таком же бюджете звук здесь интереснее на самом деле интереснее если сравнивать со штаткой здесь звук уже прям намного лучше будет здесь у нас сразу на главном экране есть переход к настройкам звука здесь есть все что нужно есть 30 двухполосный эквалайзер в который мы можем делать вообще все что угодно есть настройки расположения настройки звуковых задержек и так далее здесь можно настроить очень много всего есть также срезы соответственно которые потребуются для настройки каких-то вот таких простеньких систем двухполосных если хотите могу записать потом отдельное видео по настройкам разберемся все расскажу покажу так по звуку здесь все круто картинка классно работает быстро интернет есть он работает хорошо навигация есть что еще нужно стало столько наверно про цену этих главных устройств рассказать это бейс 10 дюймов 464 стоит она 23 тысячи девятьсот девяносто рублей если мы берем модель с памятью 2 гигабайта оперативной памяти она стоит 18 тысяч девятьсот девяносто рублей то есть 9 и 10 дюйм стоит одинаково 2 32 18 990 464 23 990 моделька про стоит 22 990 там тоже без разницы 9 или 10 дюймов они стоят абсолютно одинаково соответственно это еще не все данные магнитола вы можете комплектовать дополнительными какими-то плюшками которые тоже есть в продаже у бренда pulsar king это камеры заднего вида и видеорегистратор камеры заднего вида 1080p то есть хорошим качеством такая вот камера она идет на ножки поставить можно в принципе в любой автомобиль без проблем коннектиться идеально работает очень круто стоимость этой камеры 2490 рублей далее есть у pulsar видеорегистратор который тоже идеально работает с этим главным устройством в комплекте есть usb разъем он подключается просто по usb к магнитоле и вот такой регистратор который ставится под стекло его то есть не видно и с этого главного устройства вы можете смотреть картинку на этом регистраторе можете записывать сохранять я вам даже это сейчас наверное быстренько покажу по салону вас никаких проводов болтаться не будет все будет спрятано под обшивками тут еще требуется установка мы переходим в файлы после того как подключили usb заходим в usb видим здесь вот это приложение которое называется дивер нажимаем установить она устанавливается прямо с регистратора и открываем его она отлично работает и здесь у нас будет показываться так пленочку снимем вот качество картинки очень классно стоимость данного видеорегистратора 4 тысячи девятьсот девяносто рублей еще хочу упомянуть одну очень классную интересную фишку про которую постоянно все спрашивают здесь есть режим картинка в картинке то есть разделение экрана еще раз покажу как это делается мы заходим заходим в открытых все сейчас приложения находим приложение которое нам нужно второе ну допустим вот регистратор открываем и у нас есть две картинки здесь и на втором допустим нас будет google play все две картинки нас здесь есть можно навигатора музыку включить можно регистраторы и музыку регистраторы навигатора то есть как хотите можете пользоваться по поводу охлаждения здесь у нас есть встроенный колер. Многие переживают, когда ставят головное устройство с колером, что его будет слышно, что он шумный. Нет, его здесь вообще не слышно. Даже когда головное устройство нагревается, он работает практически бесшумно. В машине его точно слышно не будет. Также у нас в наличии в магазине есть переходные рамки для ваших автомобилей, чтобы установить такие головные устройства. Рамки идут сразу со всей нужной проводкой для подключения по коншейне, чтобы у вас работало все, что нужно, чтобы работали кнопки на руле, чтобы было еще удобнее пользоваться этими устройствами. Рамки есть на порядка 300 автомобилей на данный момент. Можете на наш сайт studiosound.ru зайти, либо в нашу группу ВКонтакте. Там часть рамок уже выгружена, и остальная часть будет выгружена чуть позже. Там можете посмотреть весь ассортимент. И я уверен с точностью на 99%, что вы найдете там свой автомобиль, если вы не ездите на каком-нибудь, простите, видре 90-го года. Вот и все, друзья, что я хотел сегодня. вам рассказать. Если у вас есть какие-то вопросы по этим головным устройствам, обязательно задавайте под этим роликом, на все ответим, проконсультируем, подберем рамку под эту магнитолу, установим быстро, оперативно. В общем, спасибо за просмотр. С вами был Studio Sound. Всем пока!